самоубийство рэйчел фостер новая игра и еще одна в жанре рождения квеста немножко триллера как я понял вот опять же ничего больше не знаю в этой игре давайте приступать вы уверены да внимательное наблюдение ним не самая сильная сторона конечно да я понял артфа так сдала сообщение я даже прочитаю ты дочь у которой мать может только мечтать красиво умные честно мы через многое прошли я знаю против приходилось очень нелегко но вспомнишь сказал доктор франклин после твоей речи на школьном пустыне столкнувшись драконом нужно взять в руки щита меч порой наступает время как понимаю что просто ловиться перед драконом я всегда считал себя бойцом человеком который не боится трудностей столкнувшись с преградой может взять в руки оружие отважно броситься в бой видно не говорили о том что произошло с твоим отцом сейчас я должна тебе кое-что рассказать прежде чем это болезнь озвучить нас вау ну окей немножко текста пропустили надо мы не критично запись вроде должна будет остаться по что у меня вроде она не прерывалась еще продолжаем играть так я помню девять лет назад интрижка твоего отца с той молодой девушкой и последующее самоубийство навеки разрушила нашу семью я прекрасно понимаю что я чувствовал в тот момент но его отца для меня больше не существует я могу доверять только своей матери что предательство твоего отца уже никак не исправить и что она правильно поступила бросившись из скалы я всегда была с тобой когда ты вывихнула плечо во время своей первой хоккейной игре когда ты проплакала всю ночь незнаком для для тебя комнате когда ты целовалась с дунканом форбсом под амелой на рождество 85 ты вышла на марш против абордов когда была на первом курсе в колледже дункан был хорошим мальчиком и пускай об этом никогда не говорила я сразу же поняла что у вас не будет много тем для общения общение это основа любых отношений если вы не говорите вы отдаляетесь друг от друга чем меньше у нас остается времени тем больше мне хочется тебе сказать прежде всего я должна попросить тебя прощения во первых я прошу прощения и 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 что ярость чувство достойное доброго христианина но она помогла мне справиться с болью я не хочу чтобы ты прожила свою жизнь также как я дорогая моя хочу чтобы ты освободился от прошлого раз навсегда поэтому хочу чтобы ты сделал то о чем тебя прошу продай нашу гостиницу продай нашу гостиницу но типа что на самом деле значит этот отрывок приятно снова гостиница принадлежит моей семье и по наследству она достанется себе должна вернуться николь я наняла адвокатов хеллене его зовут мистер дженкинс он передаст тебе это письмо после смерти твоего отца меня к этому времени в живых уже не будет проведи быстро осмотр и подпиши бумаги продайте стены внутри которых не осталось ничего кроме ненависти оставь себе столько сколько нужно чтобы оплатить свой кредит на обучение остальные деньги отдай семье той девушки пусть эта история закончится для нас раз навсегда закончим эту историю раз навсегда да ладно ну и 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